О том, что правильно выстроенный финтех быстро наращивает клиентов, говорят факты. Известный цифровой банк «Револют» нарастил свою клиентскую базу до 3,9 миллионов клиентов, а «Монзе» и «Н-26» уже до 2 миллионов. Как в Казахстане развиваются цифровые модели, мы узнаем сегодня. С вами «Время финтех» со всеми Нургалеевой. Здравствуйте! Когда мы говорим о финтех, мы не можем его выделять в отдельную категорию. Он развивается в своей экосистеме, подобно планетам Солнечной системы. Сейчас финтех занимает свое место в этой системе наряду с такими секторами, как необанки, новые цифровые банки, челленджер-банки, те, кто все-таки рискнул изменить бизнес-модель, страховые компании и с ними иншуртех, ритейл и телеком, агрегаторы и кредитные бюро. И все же финтех очень перспективный. Правильная регуляция, управление потоками данных и выстраивание партнерских отношений с основными инфраструктурными гигантами помогут дать импульс сектору, а это напрямую отразится на благосостоянии казахстанцев. Финтех позволяет делать простыми классические банковские сервисы, ускоряет время обслуживания, повышает финансовую грамотность и инклюзию, что обуславливает и социальную роль. Порой перестроить цифровые банки наши классические бывает нелегко, и поэтому сегодня мы будем говорить о трудностях и лайфхаках подобных цифровых перестроек. У нас в гостях сегодня Асель Марченко, эксперт по информационным технологиям. Асель, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Программа «Время Финтех». Наши зрители всегда хотят узнавать очень много из мира интересного, из мира информационных технологий, IT, новых решений. И мы очень рады, что вы приняли участие в качестве эксперта. Мой первый вопрос касательно цифровых перестроек. Насколько это вообще сложно? То есть, пытают такое мнение, что перестроить классический банк в цифровое достаточно сложно. Либо нужно брать и строить его заново с нуля, либо нужно остаться в какой-то полуклассической модели. Давайте об этом поговорим сегодня. Это вообще в целом очень интересная тема. Вообще финтех, все, что происходит в финтехе глобально в мире и локально в Казахстане, оно очень похоже, потому что технологии развиваются везде, и глобализация, которая происходит, она позволяет им распространяться. Финтех можно разделить на условно четыре категории. Это финтех как новые игроки, которые появляются как стартапы, находят фондирование и предлагают какой-то нишевый монолитный продукт обычно. Это либо нишевые, либо одна услуга определенная банковская. Куда заходят? Платежи, кредиты. Все верно. Все верно. Онлайн-кредитование, платежи. Мы это видим, и нам это знакомо. Вторая ниша – это определенные экосистемы. На нашем рынке они не так сильно развиты, но в Китае мы можем увидеть техногиганты, которые прямо экосистемно с системой заходят и полностью на своей платформе реализуют все продукты для потребителя финансовые. Третья категория – это как раз наши финансовые институты. Это финтех на базе традиционных финансовых институтов, которые понимают, что им нужно развиваться и начинают развиваться. Четвертая категория сейчас получает большое развитие и в целом дальше будет развиваться однозначно и очень успешно. Это финтех как инфраструктурное решение как раз для финансовых институтов. Потому что именно для финансовых институтов получается достаточно сложно развиваться. У них есть большой стейк-легаси-систем, который тормозит внедрение инноваций в этих компаниях. Они понимают, что это будет сложно. Без правильного подхода можно получить очень серьезные проблемы, которые выльются в не очень положительные последствия в целом для организации. Но там, скорее всего, вопросы не только в технологиях, но еще вопросы организационных, наверное, очень много. Я бы сказала, что вообще вся цифровая трансформация, она не про технологии. Она про изменение парадигмы работы организации, изменение подходов к этой работе. И в первую очередь это воля первого руководителя всегда. Если у первого руководителя есть понимание, что трансформация необходима, внедрение технологий необходимо, тогда организация сможет измениться. Чаще всего всегда самые большие проблемы возникают с тем, что люди не хотят меняться, не хотят менять подходы к работе, как они привыкли. Инновации без единомышленников, к сожалению, в организациях не внедряются. Это самая проблема компаний, в том числе и банков. Потому что если их сотрудники будут саботировать внедрение инноваций, оно никогда не внедрится. Как правило, говорят, мы уже 15 лет работали вот так. И это работало, и здесь, пожалуйста, ничего трогать не надо. А там не получается совсем ничего трогать. Потому что изменить, трансформировать, отцифровать нельзя без фундаментального пересмотра этого процесса. Поэтому очень важно, чтобы была собрана команда единомышленников, которые понимают, зачем это нужно и какой в итоге будет результат. А для коммерческих банков это особенно важно, потому что руководству, инвесторам, совету директоров надо поднимать, какой будет реально возврат на инвестиции вложенный. Любое внедрение в коммерческом банке – это очень большое вложение денег. По последним отчетам Гартнера, большинство банков коммерческих планируют заменять свои core banking system в течение 50 лет. 5-10. А значит, все банки вынуждены будут подстраиваться, в том числе, под эту модель. Конкуренция будет возрастать, но есть обратная сторона и очень хорошая. Банки, поняв, они стали догонять. Они могут и дают отпор. Они догоняют, они предлагают своему клиенту такое же мобильное приложение, но которое поддерживается очень хорошим брендом данного банка. Естественно, конечные потребители выбирают банк, потому что он несет им больше стабильности и надежности. Для этого необходимо просто предоставить в той, с тем качеством услуг, приложение, конечный продукт к клиенту. И при этом это будет не монопродукт, который предлагают стартапы, это будет большая линейка банковских продуктов, зрелых банковских продуктов, которые предлагают эксперты рынка. Ну, кстати, сейчас вот у нас, я вижу, в Казахстане есть вот такая, два лагеря банков. Одни активно поддерживают стартапы и стараются выстраивать инфраструктуру для их развития. А есть банки, которые говорят, мы сами, у нас это все у самих получится, мы сами все это сделаем. У них, может быть, где-то это получается, но все-таки, на ваш взгляд, какая стратегия более успешная, вот если взять применимо локальную на наш рынок? Я думаю, с точки зрения именно успешности конечной, в том числе для пользователя конечного, это все-таки коллаборация. Это неизбежно, потому что есть стартапы, которые очень быстро и гибко могут внедрять и доставлять изменения. При этом не используя какие-то новшества, то есть они используют стандартные инструменты, которые доступны на рынке. Ранее тестирование, постоянное тестирование, таким образом надежный продукт в итоге. А банки имеют большую клиентскую базу. У них есть портфель клиентов и доверие клиентов. Именно синергия вот этих двух вещей, она позволит в итоге получить более надежный, удобный, качественный сервис конечному потребителю и снизить стоимость привлечения клиента. Какие-то еще есть, может быть, какие-то системные барьеры, либо вот именно в части трудности, как перехода от классических моделей к цифровым, может быть, есть какие-то мировые, потому что, почему я спрашиваю, потому что все-таки оно существует и так достаточно глобально. Если мы берем, например, те же самые европейские банки, они считаются очень надежными, они вековые, но это опять-таки не про цифру. Именно поэтому они до сих пор пользуются чековыми книжками, и у них очень неудобные интернет-банки. И в противовес есть развивающиеся рынки, такие как та же самая Кения, в которую в какой-то момент зашла МПЕС и сделала просто революцию на платежах по мобильному телефону. Вот все-таки какие-то, наверное, системные барьеры есть. Вот где мы находимся сейчас? И стартапы, которые возникают на локальном уровне, они все равно все стартапы сразу не идут на глобальный рынок. Они завоевывают рынок локально. У нас, к сожалению, не появилось таких финтехов, которые могли бы встать в прямую конкуренцию с банками. Есть определенные барьеры. Европа тоже не сразу к этому пришла, но они пришли. Все банки находятся в таком состоянии, либо занимают выжидательную позицию, либо идут вперед. Но на казахстанском рынке, и мы в принципе это видим, все коммерческие банки понимают необходимость, потому что изучают опыт, и это очень важно, международный опыт, и понимают, что если они не успеют занять эту нишу, они, скорее всего, потеряют свой сегмент клиентов. Текущие руководители в банках понимают необходимость, и они стремятся, и идут навстречу. Потому что что такое целевая аудитория банковских пользователей? Условно, также можно разделить на четыре категории. Это полностью классические пользователи, которые всегда ходили в филиалы, будут продолжать ходить. Им не нужна никакая цифра. Но мы понимаем, что это временно. Есть гибридные клиенты, они знают и умеют пользоваться онлайн-сервисами. Да, это наши родители, которые понимают, что не хочу ходить. Но при этом умеют и при необходимости пойдут. И они знают такие каналы. Теперь наше новое поколение, которое даже в колл-центр позвонить не хочет. Если они подняли трубку, это значит, настолько ужасный для них сервис, который предоставляется, что они вынуждены войти в коммуникацию какую-то с другим человеком. Они хотят получать полностью все онлайн. И поколение, которое мы не знаем даже, какие потребности у этого поколения возникнут, которые уже сейчас 4-5-летние дети, не умеющие читать, полностью голосом находят тот контент в интернете, которым интересен. И, соответственно, они захотят получать максимально удобный дизайн, интерфейс и легкость получения этой услуги. То есть мы, в принципе, еще даже не понимаем, что закладывать в стратегию плюс 5-10 лет, потому что мы еще не знаем, как вообще поменяется поведение. Но мы четко понимаем, что оно поменяется, потому что оно куда-то движется. Почему сейчас возник очень большой дефицит IT-специалистов? Потому что никто не знал даже 10 лет назад, что через 10 лет будут нужны такие специальности вот в таком объеме. По всему миру идет глобальный дефицит дата-сиентистов. То есть есть какие-то определенные компетенции, которые сейчас в дефиците. И в связи с этим у меня такой вопрос, он, наверное, из двух частей состоит. Вообще, какие компетенции нужны для цифровой перестройки? То есть у людей что должно быть в первую очередь? Может быть, даже не с точки зрения профессиональной, может быть, больше эмоциональной. И на что бы все-таки нам нужно обратить внимание с точки зрения подготовки кадров сейчас, чтобы мы через 10 лет вот к тому поколению, о котором мы говорили, что-то могли предложить и сделать? Все ощущают в каждой организации нехватку, огромную нехватку квалифицированных кадров. В первую очередь мы видим, что появились новые позиции, которых раньше в организациях не было. Это chief digital officer, chief data officer, потому что все понимают, необходима трансформация, при этом она необходима системная и последовательная. Для этого необходима позиция уровня executive, для того, чтобы принимать правильное решение, правильно направлять стратегическое развитие компании. Data officer связана с тем, что мы получаем огромные объемы данных. Ими необходимо максимально пользоваться. Допустим, Греф говорит о том, что нам не только важно, в какие магазины ходит наш клиент, нам важно понимать, сноубордист он или лыжник. Только понимая, можно дать полноценную персонализированную рекламу продукта. В полной мере сейчас этим занимаются прям китайские компании. С их опытом в обработке и аналитике большого объема данных, наверное, никто в мире сейчас не сравнится. Сейчас многие университеты стали предлагать обучение необходимое. В том числе и казахстанские университеты предлагают это обучение. Появилось очень много коммерческих компаний, которые предлагают необходимое обучение. Но оно до сих пор достаточно высокой стоимости. Но самый важный навык, я считаю, который пригодится всем на этом пути, это навык самообучения. Мы привыкли со школы, с университета, что к нам приходят и обязательно преподаватель должен донести вам материал. В текущем моменте времени это уже не актуально. Вся информация доступна глобально онлайн. Все, что нужно, знание языка, желательно английского, для того, чтобы получить моментальный доступ к информации новой, которая появляется. А чаще всего она, конечно, появляется сейчас на английском языке. И второе, это не потерять сам навык самообучения и дисциплину, которая необходима для того, чтобы этот навык укрепить. Очень много площадок, которые позволяют самообучаться. Главное, чтобы было это желание. Никто не придет и на блюдечки знания в голову не положит. Для этого необходимо самодисциплина, понимание, зачем это нужно и какие цели человек преследует. Наша программа, она пользуется большой популярностью среди нашего IT-сообщества. То есть у нас там порядка 500 активных IT-компаний, которые между собой общаются, что-то пытаются делать. Сейчас очень активно обсуждаются темы экспорта технологий. Вообще, насколько, на ваш взгляд, наш казахстанский IT может конкурировать сейчас с какой-то группой международных вендоров? Можем ли мы действительно заниматься экспортом наших технологий? Если мы можем, то в каких это отраслях? Рынок развивается. Понятное дело, что на каком-то этапе, наверное, Казахстан отставал. Мы были в роли догоняющих, но энтузиастов и талантливых людей в Казахстане достаточно для того, чтобы развивать. Появляются программы, которые помогают на последней миле данным стартапам и помогают им выйти и найти своего клиента, для чего они делают. Часть компаний, которые уже достаточно зрелые, они существуют на рынке. Они составляют неплохую конкуренцию глобальным решениям, которые предлагаются на мировом уровне. И часть, я даже знаю часть внедрений, когда выбор был сделан в пользу казахстанской компании и был куплен локальный продукт, который совершенно не хуже тех вариантов, которые предлагает международное IT-сообщество. Потому что локальный продукт всегда наиболее подходящий для локального рынка. Он учитывает особенности рынка. И чаще всего он лучше подходит. Конечно, когда вопрос стоит надежности продукта, возможность гибкости, изменений, самого флексибилити, такие решения уже есть. И это очень радует. Потому что, наверное, наша основная задача, как рынка в целом, казахстанского, обеспечить потребности, которые возникают на рынке. И это не только для конечного пользователя, а это непосредственно для компаний, которые необходимы эти решения. Это очень важно. То есть свои собственные потребности за счет своих собственных ресурсов. Все верно. Тогда у нас и талантливые люди, которые существуют, они не будут никуда уезжать. Они будут знать, что они здесь на месте пригодятся, и они смогут реализоваться полностью. Очень часто эксперты, которые приходят на нашу программу, они говорят о том, что на самом деле сейчас конкуренция банкам – это не финтех, это не банки, даже в классическом виде, не банки по отношению друг к другу. Это бигтех. Да, вот давайте немножко об этом поговорим, что вы об этом думаете. Это серьезные игроки. Тем более они выходят с огромным опытом, с огромной базой и с уже существующим доверием клиентов к их сервисам. И когда они начинают предлагать банковские услуги, при этом стирая абсолютно все границы полностью на глобальном уровне, снимая все запреты, это становится большой проблемой. Потому что, во-первых, это практически недосягаемая вершина для локальных игроков. Это первое. И второе, что, наверное, с точки зрения государства, это становится тоже зоной риска. Потому что по последним отчетам, в том числе для Гартнера, этот вопрос поднимается вообще, трансграничное регулирование в том числе. Это та зона, с которой очень будет сложно. И я думаю, каждое государство отдельно будет принимать какие-то меры. Это сложный баланс, потому что, с одной стороны, нельзя лишить пользователей получать доступ к услуге, к удобной, инновационной, которая для него предоставляется легко и понятно, для того, чтобы вообще доступ к услуге был у каждого, я не знаю, гражданина страны, это первое. А второе, при этом не позволить, чтобы злонамеренно воспользовались этой услугой. И это очень сложный баланс, над которым, наверное, каждое государство будет отдельно принимать решения. Завершающий вопрос, наверное, опять-таки, какие вы можете рекомендации, как эксперт, дать нашему казахстанскому IT-сектору, нашему казахстанскому финтеху для того, чтобы можно было делать, развиваться, к чему прислушаться, куда смотреть, какие-то рекомендации? Наверное, первая рекомендация для всех организаций. Очень многое в первом этапе зависит от первого руководителя, от его воли, от его понимания стратегических целей организации. Второе, это, конечно, люди. Без этого ни в одной организации никуда не уйти. Должна быть команда единомышленников. Обычно, конечно, это реализовывается в рамках проектного офиса, проектной команды, но это кросс-функциональная команда единомышленников, которые понимают, зачем. Самое важное, это кросс-функциональная. Мы уже понимаем, что программисты – это не те люди, которые делают цифровую трансформацию. Это нужно однозначное привлечение команды с навыками абсолютно из всех отраслей. Это и динамичный маркетинг, это и продуктовая линейка, это бизнес-владельцы по каждому продукту. Это очень важно – собрать всех людей вместе, взболтать, но не смешивать. И тогда можно получить результат. И, естественно, инфраструктурная поддержка. То есть надо обязательно убедиться, что ресурсов хватает, что платформа, на которой планируется реализовывать изменения, она сможет выдержать эти нагрузки, которые должны обеспечиться спросом, и то качество, которое необходимо. Хорошо, спасибо большое, Асель, за такую интересную беседу. Думаю, очень хорошо и очень полезно будет послушать. Вам я хочу пожелать всего хорошего во всех ваших начинаниях, во всех ваших проектах, и для того, чтобы вы действительно могли гордиться тем, что вы делаете в нашей стране. Спасибо большое. Спасибо. Оправдают ли себя новые бизнес-модели, и когда наступит полная цифровая эра, покажет время – время фентех. С вами была Асель Нургалиева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова